Здравствуйте! С вами вновь сервисный центр Доктор Кофе Машин. И сегодня я решил снять небольшое, но при этом довольно познавательное видео. Опять же, по поводу кофе машины DeLonge, серии E-CAM, то есть серии Compact, у которой отсек для заварочного устройства открывается сбоку, а не, соответственно, спереди. Что конкретно по этой машине хотел сказать? У нас, кроме мастерской, в нашей организации есть также интернет-магазин. И в последнее время увеличился объем продаж, и при этом увеличилось количество ситуаций, когда клиент пишет, что, мол, заказал у нас заварочное устройство для кофе машины DeLonge. Оно пришло, по модели вроде как подходит, а по факту не вставляется. И начинаем разбираться. А оказывается, очень простая картина. Вот машина DeLonge. Поворачиваем ее, снимаем бункер для воды и открываем отсек заварочного устройства. Вот так. И заглядываем туда. А там у нас пусто. И, собственно, вот в этом и есть большая проблема. Клиент в какой-то момент пользуется машинкой, потом открыл отсек заварочного устройства для ревизии, там, не знаю, для чистки, еще для чего-то. А там нет заварочного устройства. Где заварочный узел? Клиент начинает его искать, не может найти, расстраивается, заказывает себе новый заварочный узел. И, соответственно, новый заварочный узел ему приходит, он его пытается сюда как-то вставить, а тут не вставляется. Ситуация, на самом деле, ну, довольно простая. Она простая, как три копейки. Потому что, если мы посмотрим внимательнее, вот сюда, вот он, он просто уехал вверх. И машинку по какой-либо причине выключили из сети, либо пропало питание на розетке, соответственно, на которой висела эта машинка, либо ее преднамеренно из сети выключили по какой-то причине, уж не знаю. В то время, когда машинка либо промывалась, либо наливала кофе, то есть, когда у нее заварочное устройство находилось в закрытом состоянии. И потом, когда особенно клиент смотрит сверху в отсек, он не видит заварочного устройства, заказывает у нас, ему приходит заварочное устройство. Оно, да, от этой машины оно подходит, но клиент его сюда даже вставить не может, потому что заварочный узел тут уже есть. Соответственно, клиент возвращает заварочное устройство нам после того, как разберется в ситуации. Поэтому я снимаю видео вот это именно для того, чтобы показать, что просто нужно внимательнее осмотреть отсек кофемашины. И вот когда мы увидим вот это, это нижняя часть заварочного устройства. Вот сейчас что мы сделаем? Вот я сейчас камеру зафиксирую как надо. Закрою отсек машинки. Поставлю бункер для воды. Как нам заварочный узел извлечь-то из машины? Поставили воду, закрыли отсек, развернули машинку и включаем ее в сеть. Теперь машинку включаем кнопкой. Сейчас машина спозиционирует заварочное устройство как ей надо. Грубо говоря, сейчас будет нагреваться, будет промываться. Можем подождать, пока машинка закроет заварочное устройство, нагреется и промоется, соответственно, в емкость. После этого нам нужно будет машинку выключить кнопкой включения. Почему я это все рассказываю? Ну, для людей с опытом, ну, естественно, это кажется такой ситуацией довольно странной, может быть даже немножко глупой. Но если человек вот с этим, ну, собственно, не связан, то он бывает, что попадает вот в такую вот ситуацию. Когда вроде как машинку никто не трогал, а заварочный узел куда-то делся. Вот. Все. Машинка встала в готовность. Сразу еще такой момент. Иногда бывает, что машинка вот стоит в готовности, то есть она не выключена кнопкой. Она готова варить кофе. Но после чего человек ее из сети выключает, у машинки дисплей гаснет, и человек хочет извлечь заварочное устройство из кофемашины. Но он также сталкивается со сложностями. Потому что если мы машинку, допустим, выдернем из сети вот сейчас, достанем бункер для воды, откроем отсек заварочного устройства, мы увидим заварочный узел. Но он стоит в несъемном положении, его так отсюда никак не извлечь. Не, ну извлечь, конечно, можно, но зачем? Просто положение несъемное. Поэтому, чтобы извлечь заварочное устройство из кофемашины, нужно, опять же, машинку, как и в случае с поднятым заварочным устройством, машинку нужно просто выключить кнопкой включения. Опять же, это все прописано в инструкции, но инструкции читаем мы не все, поэтому я это объясняю на видео. Вот. Машинка сейчас выключается. У нее работает редуктор, шумит. Все, машинка выключилась. Снова ее поворачиваем, извлекаем бункер для воды, открываем отсек. И вот мы видим заварочный узел, который у нас оказывается на месте. И мы его можем легко снять из кофемашины. Как я уже сказал, перед тем, как открывать отсек, проводить какие-то манипуляции, обязательно кофемашину выключите кнопкой включения, чтобы она промылась, там, пошумела, все затихло, выключила дисплей, все. Теперь мы можем ее открывать, ну, то есть доставать бункер для воды, открывать отсек заварочного устройства, извлекать заварочный узел для обслуживания, ну, там, не знаю, либо еще для чего-то. Вот. То есть только с помощью кнопки включения-выключения. Потому что иначе, если мы ее во время работы выключаем, у нее заварочное устройство может находиться в любом положении. И это положение в 90% случаев будет несъемное. Потому что вот в таком положении поймать включенную машину, чтобы она там что-то делала, ну, это практически нереально. Вот. Поэтому всегда сначала выключили кнопочкой, и потом, соответственно, уже достали заварочное устройство. Также иногда бывают ситуации, что заварочное устройство вверх уехало, как вот я показывал в начале видео. То есть у него только вот нижняя часть вот эта немножко виднеется, и все. И все. Мы пытаемся выключить кнопкой машину, а она у нас уходит в ошибку, гудит, и ничего не происходит. В такой ситуации какие могут быть причины тому? Либо поломка редуктора, ну, я уже о ремонте редуктора на этих кофемашинах рассказывал, либо, может быть, неисправность заварочного устройства. А, скорее всего, с чем это может быть связано? С тем, что заварочное устройство, оно долгое время не обслуживалось. Как уже я рассказывал на прошлых видео, в этих заварочных устройствах, как и в заварниках кофемашин Делонжо более старых версий, в них есть два уплотнительных кольца на поршне внутреннем. И когда эти кольца уже изношены, заварочный узел грязный, не мылся, очень давно не смазался пищевой силиконовой смазкой, соответственно, ему становится двигаться все сложнее, и в какой-то момент он уходит вверх, наезжает на поршень термоблока, который вот здесь находится у данной модели, и все, и застревает, и уже с этим ничего не сделать. В таком случае, конечно, нужно уже везти машину в сервис, но чтобы вот этого не происходило, достаточно заварочное устройство извлечь из кофемашины. И, ну, как я уже говорил на другом видео, его отмыть, вот здесь он грязный сейчас у нас, вот, его отмыть, утопить поршень внутрь, хотя бы как минимум, и смазать внутри пищевой силиконовой смазкой, вот, которая, ну, в принципе, у нас она в продаже есть. После чего, несколько раз, вот таким образом, двигая за рычаги, разогнать вот этим вот поршнем смазку внутри. И, соответственно, у нас после этого заварочное устройство начинает двигаться намного легче, и если к тому моменту, когда мы вот этого делаем, у кофемашины еще не угроблен редуктор, ну, значит, соответственно, нам повезло, и машинка еще поработает. Вот. В остальном, ну, по обслуживанию этого заварочного устройства я сильно акцентировать внимания не буду, я уже это все рассказывал и показывал, можете о нашем канале посмотреть, эти все видео там есть. Вот. Поэтому это было, можно сказать, такое исключительно видео, познавательное, что ли, для кого-то, возможно, по поводу того, что, если вы открываете дверцу у кофемашины и заварочного устройства там нет, присмотритесь. Заварочный узел там, скорее всего, есть, особенно, если вы его оттуда сами не извлекали. Ну, думаю, что на сегодня на этом все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал и ожидайте новых видео. Ну, а наших подписчиц я сегодня отдельно еще хочу поздравить с Международным женским днем с 8 марта. С праздником вас, дамы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok